Зоя Михайловна уже завтра выписывается домой. Последние месяцы своей жизни она не может вспоминать без слез. Здесь, в отделении первой хирургии, ей вернули возможность полноценно жить. Вам сразу две операции сделали, да? Да. По удалению влаза и пяточной кости. Спасибо большое Марии Евгеньевны. Очень хорошая больница, где меня спасли. Там лечили, лечили в ЦРБ, в Балаши. Хотели ампутировать. Ну, дочь у меня собрала и привезла сюда. Сегодня она ходит самостоятельно и ждет, не дождется, когда вернется к домашним хлопотам. У меня внучка, вот я и увлекаюсь своей внучкой. Понятно, забот много по дому. В выписке готовится и еще один пациент отделения Анатолий. Еще недавно он был на волосок от смерти. В одной из подмосковных больниц меня чуть не угробили. Довели до того состояния, что у меня уже началось общее заражение крови. Вечером положили в больницу, врач пришел и говорит, а, говорит, утром ампутирую много, а там выживет, не выживет. То есть с чем могло закончиться? Смертью. Через людей услышал о том, что есть тут такой врач Мария Евгеньевна. Видно. Я говорю, Мария Евгеньевна, помогайте, выручайте, жить хочу. Шесть с половиной часов длилась операция. Она мне спасла не только жизнь, но и ногу. У каждого из 50 пациентов, находящихся сейчас на лечении в первом хирургическом отделении Видновской районной клинической больницы, своя грустная история со счастливым концом. Им повезло. Они попали в руки настоящих профессионалов. Серпуховчанину Игорю Сергеевичу здесь спасли ногу. А Андрея Владимировича Жуковского ждет операции, которая была отложена в связи с пандемией. Житель Фрязина Виктор Андреевич – диабетик со стажем. Одно из осложнений заболевания – диабетическая стопа. Говорит, не заметил ранку, пошло заражение. За это лето предлагали ногу отнять выше колен. Три раза. Тем не менее, вот уже, конечно, начало октября, я еще с ногой, надеюсь, что к следующей весне нога будет, я буду ходить спокойно. Я не знаю, какие слова туда брать. У меня вот слезы, извините. Мужчины не в силах сдержать эмоции. И пусть слова благодарности несколько скомканы, эти слезы и есть благодарность за спасение, за возможность полноценно жить. Вот у меня есть такое желание, и я постараюсь его добиться. Обратиться к президенту нашему, Владимиру Владимировичу, чтобы Мария Евгеньевна включили на номинацию «Лучший врач года». Поощряет же людей, которые много делают для Родины. Она профессионал высочайшей пробы. Сама Мария Елисеева от интервью отказалась. Некогда говорит, к пациентам спешу. Вот такие они, истинные герои. Татьяна Брылова, Ольга Садовская, Видное ТВ.